Добрый день, дорогие телезрители! Работает Антон Васильев. Следующие 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах Республики за последнюю неделю? В каких случаях автомашину могут поставить на штрафстоянку? Рубрика «Полезные за минуту». Что делать, если водитель выехал на полосу встречного движения? Паромные переправы Республики. Актуальная информация и сроки закрытия переправ. Повторение, мать учения. Про его дорожное движение в нашей студии проверит телевизионный продюсер Дана Амукова. А в начале нашего выпуска предлагаем вам обзор происшествий на дорогах Республики за последнюю неделю. На автомобильных дорогах Республики с 9 по 15 октября зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, где травмировано 23 человека, в том числе 5 несовершеннолетних. Так, 9 октября примерно в 2 часа дня в дежурную группу госавтоинспекции поступило сообщение от оператора скорой медицинской помощи о наезде на пешеходы. В ходе проверки предварительно установлено, что возле дома номер 66 по улице Петра Алексеева 43-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Vitz, следуя из стороны улицы Ленская в сторону улицы Клары Цеткин совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП девочку достояли в медучреждение, где ей был диагностирован ушиб крестца. Водитель при этом имеет водительское удостоверение. Стаж вождения 19 лет. За текущий год по линии ГАИ к административной ответственности привлекался 3 раза. По данному факту ДТП проводится проверка. 13 октября примерно в 10 часов утра в дежурную группу ОСБ ДПС ГИБДД МВД по республике Саха-Якутия поступило сообщение о наезде на пешеходы. По предварительной информации, около дома номер 8 по улице Проспект Ленина 36-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Ipsom, совершил наезд на 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Прибывшая на место происшествия бригады скорой медицинской помощи доставила женщину в медучреждении. ГИИ диагностировали ушиб коленного сустава. Госавтоинспекция напоминает, что основным правилом для безопасности пешеходов является осмотр дороги перед переходом на ее противоположную сторону. Также нельзя переходить улицу в неположенном месте, даже в тех случаях, если вы очень спешите. При неблагоприятных погодных условиях нужно быть предельно внимательными. Если на улице снег, дождь или туман, видимость водителя ухудшается несколько раз. В таких условиях водителю трудно ехать, а расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой от дождя или снега, дороги увеличивается. Поэтому только убедившись в полной безопасности перехода, совершайте его. Запомните, автомобиль не может остановиться мгновенно. 15 октября около 9 часов вечера на регулированном перекрестке улиц Губина-Богатырева 20-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Плац, следуя со стороны улицы Федора Попова, при повороте налево не предоставил преимущественное право проезда встречного автомобиля Тойота Ландкрузер Прады, в результате чего произошло столкновение. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила водителей медучреждения, где водителю Тойота Плац диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы, а водителю Тойота Ландкрузер Прады диагностировали ушибы и растяжение мышц шеи. В момент автоаварии оба водителя были трезвы. Как вы знаете, штрафстоянка – место для временного хранения автомобилей, чьи водители по той или иной причине нарушили закон. Если водитель не обнаружил свою машину на месте, то вполне возможно, что автомобиль оказался на штрафстоянке. В каких же случаях могут забрать автомобиль на штрафстоянку – более подробно узнаем в нашем следующем сюжете. Правила дорожного движения обязательны к исполнению всеми автолюбителями. ПДД в том числе регламентирует и нормы парковки. Очень часто случается, что водители по незнанию, невнимательности или намеренно паркуют свои транспортные средства в разрез с установленными правилами. Всякое нарушение законодательства влечет наказание, в том числе и неправильная парковка. Автовладелец в данном случае подвергается административному наказанию – штрафу. И его автомобиль подлежит эвакуации на штрафстоянку в соответствии с правилами дорожного движения. На штрафстоянку транспортные средства могут быть изъяты в нескольких случаях. То есть, в первую очередь, это за нарушение правил остановки стоянки транспортного средства. Также в данной зоне должен стоять знак 8.24, то есть работает эвакуатор. Ну и также, когда водитель не имеет водительского удостоверения, также не имеет документов при себе. Ну и основное, то, что у нас в основном сотрудники ДПС работают ежедневно, это выявление водителя, управляющего транспортным средством, в состоянии опьянения. Также за отказ от прохождения медицинского оседействования. Эвакуация автомобиля за неправильную парковку может быть осуществлена только в случае, если водитель отсутствует и не явился до момента начала движения эвакуатора. Если же он был на месте при фиксировании нарушений инспектором или успел вовремя прийти, то ему выписывается только денежное взыскание без принудительного вывоза транспортного средства. Убрать транспорт с неположенного места он обязан после оформления протокола самостоятельно. Бывают также случаи, когда водитель, можно сказать, оставил транспортное средство под знаком, где работает эвакуатор, то есть где запрещено, соответственно, да, и когда уже эвакуатор подъехал и начинает уже погрузку транспортного средства, нарушившего требования правил дорожного движения. Ну и, соответственно, если водитель вышел к месту совершения своего нарушения, то, соответственно, транспортное средство может быть оставлено, и также составлен административный материал на водителя о том, что он нарушил правила остановки и стоянки. Если все уже произошло и машину эвакуировали, куда звонить? Первым делом на номер экстренных служб. Здесь вам ответят, было ли авто эвакуировано. Чтобы узнать, куда эвакуировали автомобиль, следует позвонить в дежурную часть ГИБДД. На региональных сайтах госуслуг работают сервисы, позволяющие найти транспортное средство на спецстоянке по госномеру. Возврат транспортного средства со штрафстоянки имеет право водитель транспортного средства, то есть собственник транспортного средства, который вписан в страховой полис ОСАГО. Ну и, соответственно, если поставили данное транспортное средство на штрафстоянку, то он обязан получить акт о том, что транспортное средство поставлено на штрафстоянку. Также в данном акте должен сделать отметки в соответствующих органах. То есть это у нас и, соответственно, в службе судебных престолов. И после чего уже он может забрать транспортное средство в штрафстоянке. Если за нарушение правил парковки полагаются штрафы, то в случае эвакуации придется заплатить и за работу эвакуатора, а также содержание авто на штрафстоянке. В случае, когда водитель оставляет транспортное средство на проезжей части, где работает знак, работает эвакуатор, и, соответственно, также он в первую очередь нарушает требования правил дорожного движения именно остановки и стоянки транспортного средства, то он получает штраф в первую очередь за нарушение требований, да, знака. И второе, то, что ударит его по кошельку, это уже за работу эвакуатора, то есть за доставку транспортного средства эвакуатором до штрафстоянки. В счет стоимости стоянки считается эвакуация и часы стоянки. Стоимость одного часа категории B 40 рублей в час, автомобили свыше 3,5 тонн 80 рублей в час, мототехника считается по 20 рублей. Дабы не попадать в щекотливое положение и не лишаться немалой части собственных средств на выяснение обстоятельств своей правоты или неправоты, рекомендуем максимально серьезно подходить к вопросу парковки. Помните, что для экстренных случаев всеми производителями автомобилей предусмотрен сигнал аварийной остановки. Таким образом вы оповестите всех, что находитесь на этом месте недолго и вынужденно. Если не хотите общаться с сотрудниками штрафстоянки, не провоцируйте инспекторов ГИБДД и работников службы эвакуации. Учите правила дорожного движения и водите осторожно. С точки зрения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах республики обстановка непростая. Сказываются условия гололеда и обильных осадков. В том числе приближается закрытие переправы, что за собой несет увеличение количества автомобилей на паромах. Это можно понять. Таким образом автомобилисты пытаются успеть до окончания сезона. Об этой проблеме в нашей студии мы поговорим с Анатолием Потаповым, первым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства республики Саха-Якутия. Анатолий Константинович, добрый день. Какая сегодня наблюдается обстановка на переправах республики? Добрый день. На сегодняшний день хочу отметить, что 27 сентября у нас была закрыта навигация по арктической зоне. Арктическая навигация на сегодня закрыта. И по маломерным судам с 9 октября тоже была закрыта навигация. И на сегодняшний день со стороны ГИМС МЧС республики Саха-Якутия у нас ведется контроль на водных объектах, патрулирование. И хочу также отметить, что на сегодняшний день паромы у нас курсируют по направлению Якутска-Нижний Бестях. 13 паромов. Это из них 9 паромов, которые относятся к парому Якутии, и 9 паромов Ассоциации строителей АЯМ. Ввиду теплой погоды у нас в этом году с 18 до 25, они будут курсировать, и с 18 октября они перейдут на межсезонный тариф. Хочу отметить, что перевозчики приняли решение до 25 октября не повышать тарифы по грузовым автотранспортным средствам. И хочу отметить, что эти тарифы у нас не менялись с 2016 года. И по некоторым более легким автотранспортным средствам будут повышены тарифы в пределах 10 до 20%. И хочу также отметить, что тут не только у нас Якутска-Нижний Бестях, а в данном направлении это есть у нас Алдан, Чезерику-Алдан, паромная переправа, Мегена-Алдан-Кескель. В этом направлении они будут работать до 20-го, тоже в зависимости от октября, в зависимости от природно-климатических условий. И по автодороге Вилюй, это через реку Вилюй у нас тоже паромные переправы, они тоже до конца этого месяца будут курсировать, тоже в зависимости от природно-климатических условий. Также есть переправы Кангаласы-Соттинцы. Кангаласы-Соттинцы, да, Кангаласы-Соттинцы тоже до 25-го октября они будут работать. Ни для кого не секрет то, что после закрытия переправ, по истечению определенного периода у нас открываются зимники. По прогнозам, когда зимники будут открыты, в том числе по направлению Якутск-Нижний Бестях. Как закроются паромные переправы, у нас будут курсировать для перевозки пассажиров у нас судно на воздушной подушке в количестве 26 единиц. У нас на сегодня на уровне Министерства транспорта и дорожного хозяйства проведен ряд совещаний с перевозчиками. У нас на сегодня есть перевозчики, которые ежегодно работают. Это Лена-Вод-Сервис, Лена-Транс и Пыстроев, которые будут работать в этом направлении, Якутск-Нижний Бестях. И по автозимнику хочу отметить, что Катасы-Павловск, который у нас заказчиком является управление автомобильных дорог республики Саха-Якутия, ввиду теплой погоды. Если взять последние пять лет, у нас был уже снег в прошлом году, в некоторых местах были уже ледоставы. Поэтому хочу отметить, что в этом году открытие ледовой переправы будет переноситься на более поздний срок. Но хочу отметить, что сейчас со стороны заказчика ведутся подготовительные работы и подрядные организации ООН-МКАД. Они сейчас должны перебросить дорожно-строительную технику на остров, где должны уже начинать отсыпку, где должна проходить у нас вот как раз проходить трассировка Катасы-Павловск. Интересно узнать, когда будет открыта станция на мыфт на 204 микрорайоне и какова ее функциональная задача. Для чего это делается? Да, в этом направлении у нас ведется планомерная работа по предложению наших жителей города Якутска и гостей у нас из-за шума наших судна на воздушной подушке. У нас останавливались они на место посадки и высадки пассажиров было на 202 микрорайоне. И было принято решение о переносе места высадки и посадки пассажиров на 204 микрорайон. На сегодняшний день со стороны министерства совместно с городским округом города Якутск, а также с перевозчиками приняты ряд решений. Это за счет средств перевозчиков мы обустроили место посадки и высадки пассажиров, обустроили подъездные пути к причалу. И также будет установлена станция, где будут продаваться билеты по суднам на воздушной подушке. Как я уже отметил, будут привлечены 26 единиц в этом направлении. И по ухудшению во время ледостава будут курсировать еще аэробота. И по станции Намыв у нас, как я уже отметил, планомерная работа ведется. Разработана проектно-сметная документация на сегодня. Получено положительное заключение глав госэкспертизы. У нас на сегодня стоимость этого объекта составляет 232 миллиона рублей. И в этом году мы должны законтрактоваться со стороны города Якутска. И средства выделены из Дорожного фонда Республики Саха-Якутия. И в следующем году этот объект будет введен в эксплуатацию. И это осенью 2024 года. И полностью будет она... Этим проектом предусматривается уширение проезжей части с асфальтобетонным покрытием, обустройство тротуаров, велодорожек. И также обустройство уличного освещения и подъездных путей к причалу. Также хочу отметить, что будут курсировать автобусы в этом направлении, чтобы наши пассажиры воспользовались этим видом услуг. Как житель столицы автолюбителей могу отметить то, что это очень логичное решение проблем. И, конечно, желаем вам своевременной реализации всех поставленных перед собой задач. Опять же, стоит отметить то, что отмечают граждане. Сегодня многие благодарны тому, что очередь на переправах стала более упорядоченной. Ну что ж, пожелаем вам, конечно же, здоровья, больших успехов в достижении всего того, что запланировано. А мы напоминаем, в студии с нами был Анатолий Потапов, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Саха-Якутия. В следующей рубрике нашей передачи сотрудники ГИБДД дают полезные советы автолюбителям. В этом сюжете мы узнаем про то, что стоит делать, если вы выехали на полосу встречного движения. Выезд на встречную полосу – серьезное нарушение, которое чаще всего наказывается лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев, либо до 12 месяцев, если совершается повторно в течение года. Штрафом в размере 5000 рублей дело ограничивается только, если нарушение зафиксировано камерой, либо в редких случаях по решению суда. Выезд на встречку у нас предполагает нарушение правил дорожного движения, а именно расположение транспортного средства на проезжей части по полосам. То есть за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 5000 рублей, либо лишение водительского застреления от 4 месяцев до 6. Также за данное правонарушение имеется повторность. То есть если вы в течение одного года будете нарушать данное правило, то есть выезжать на полосу для встречного движения, то если инспектора вас задержат, то они могут составить на вас данный материал по статье 12.15, часть 4, и также можете быть лишены на один год. В случае фиксации камерами автоматической видеофиксации администрирования правонарушения, то в данном случае на вас будет наложен уже штраф в размере 5000. Ну и хотелось бы еще раз напомнить водителям, что данное правонарушение является одним из опасных маневров водителя при дорожно-транспортных происшествиях. В данном случае при выезде на встречные пути дорожно-транспортные происшествия бывают очень тяжелыми. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими телезрителями рубрики, где жители нашего города отвечают на вопросы, связанные с сознанием правил дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест стоит из 10 вопросов, а сегодняшним нашим гостем стала телевизионный продюсер Дана Амукова. Дана, привет! Здравствуйте, привет! Расскажи, пожалуйста, о своем водительском стаже, какой срок, когда ты получила права, ну и, так сказать, свои впечатления от опыта за рулем. Ну, у меня категория ББ1. Я сдавала в 2016 году, это получается 7 лет стажа. И с тех пор, как сдала, я не один день практически, ну, кроме отпусков, да, не слазила с руля. Я все время за рулем. Какой автомобиль у тебя? У меня кроссовер. Переобуваешься вовремя? Абсолютно. Хорошо. Ну, что ж, очень надеюсь на то, что ты соблюдаешь все правила дорожного движения, а так ли это мы узнаем из нашего экспресс-теста. Итак, поехали. Наш первый вопрос. В каких направлениях регулировщик разрешает вам движение? Первый вариант – только прямо, второй – прямо и направо, третий – во всех направлениях. Вот так. По-моему, прямо и направо. Это второй вариант. Второй вариант. Ответ принят. Кто должен уступить дорогу? Первый вариант – водитель, намеривающийся начать движение тротуара. Второй – водитель, намеривающийся остановиться у тротуара. И третий – в данной ситуации водителям следует действовать по взаимной договоренности. Ну тот, кто еще не начал движение, наверное. Первый. Ваш ответ номер один вариант. Следующий вопрос. Разрешено ли вам выполнить разворот в этом месте? Первый вариант разрешено, второй разрешено, если при этом не будут созданы помехи движению маршрутных транспортных средств, и третий запрещено. Ну тут я в связи с изучением теории еще помню, здесь очень удобно, но нельзя разворот делать. Запрещено. Третий вариант запрещено. Хорошо, ваш ответ принят. По какой траектории вам разрешается продолжить движение? Первый вариант только по А, второй только по Б, третий по любой из указанных. Ну поворот направо только на крайнюю правую полосу, только Б. Ваш ответ вариант номер два. Следующий вопрос. Разрешено ли вам остановиться на легковом автомобиле в указанном месте? Первый вариант разрешено, второй разрешено, если вы намерены высадить пассажира, и третий запрещено. Так, там же никаких знаков нету, да? Давайте первый вариант разрешено. Ваш вариант? Первый. Разрешено. Следующий вопрос. Разрешается ли движение задним ходом на автомагистрали? Первый вариант разрешается, второй разрешается, если транспортные средства находятся правее сплошной линии разметки, обозначающей край проезжей части автомагистрали, и третий запрещается. Ни в коем случае запрещается. Ответ номер три. Какие из указанных табличек указывают протяженность зоны действия знаков, с которыми они применяются? Первый вариант только А, второй только по Б, третий, Б и В. Те, которые со стрелочками, Б и В. Третий вариант. Ответ номер три. Хорошо, едем далее. Разрешен ли вам такой маневр при выключенных реверсивных светофорах? Первый вариант разрешен, второй разрешен, если нет встречных транспортных средств, третий разрешен только для обгона, четвертый запрещен. Думаю, запрещен. Сразу вспоминаю, что в Якутске таких светофоров пока что нет, по крайней мере, да. Ну и отвечаем вариантом номер четыре. Запрещен. Следующий вопрос. Вам можно двигаться. Первый вариант только налево, второй налево и в обратном направлении, третий вариант в любом направлении. В любом направлении. Ваш ответ, вариант номер три. И последний вопрос. Разрешается ли вам выполнить разворот в указанном месте? Первый вариант разрешается, второй разрешается при видимости дороги не менее ста метров, и третий запрещается. Разрешается. Первый вариант. Ваш ответ, вариант номер один. Ну что ж, Дана, правильность ваших ответов мы узнаем, исходя из обратной связи преподавателя учебного центра «Фаворит» Натальи Ленских. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Дана. Здравствуйте. Первый вопрос был. В каких направлениях регулировщик разрешает вам движение? Вы ответили абсолютно правильно. Это прямо и направо. Следующий вопрос. Кто должен уступить дорогу? В данном вопросе вы тоже не ошиблись. Действительно уступить дорогу должен водитель, начинающий движение от тротуара. Разрешается ли вам выполнить разворот в этом месте? Действительно, в этом месте разворот запрещен. Вы правильно ответили. По какой траектории вам разрешается продолжить движение? Направо мы должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части. Вы ответили правильно по траектории «Б». Разрешено ли вам остановиться на легковом автомобиле в указанном месте? В данном случае остановка здесь будет запрещена, потому что от края тротуара до сплошной линии разметки 4 метра. А остановиться вы можете там, где от вашего автомобиля до сплошной линии будет не менее 3 метров. Наш легковой автомобиль не может быть 1 метр в ширину. 3 метров там не будет. Вы ошиблись. Разрешается ли движение задним ходом на автомагистрале? Здесь вы ответили абсолютно правильно. Запрещается. Какие из указанных табличек указывают протяженность зоны действия знака, с которыми они применяются? Также вы ответили правильно «БВ». Разрешается ли вам такой маневр при выключенных реверсивных светофорах? При выключенных реверсивных светофорах такой маневр запрещен. Вам можно двигаться в любом направлении. Вы ответили правильно. Разрешается ли вам выполнить разворот в указанном месте? В этом вопросе вы ошиблись. Развернуться здесь можно, но только в том случае, если будет видимость не менее 100 метров. То есть это второй ответ. Конечно, у нас впереди поворот и необходимо, чтобы была видимость 100 метров. Вы ответили на 10 вопросов. На 8 вопросов вы ответили правильно. Я рекомендую вам повторить правила дорожного движения, правила остановки. Рекомендую повторить и всем автомобилистам, всем участникам дорожного движения. Знайте правила дорожного движения, соблюдайте их, будьте внимательны на дороге. Вот и подошла к концу наша телепередача Дорогие телезрители, будьте бдительны Соблюдайте правила дорожного движения И берегите себя До новых встреч